Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня я хочу обсудить довольно-таки интересную тему. Будет просто самый обычный монолог, но я хочу, чтобы в процессе него произошел какой-то диссонанс, и общество хотя бы как-то начало немножко думать о том, что оно вообще желает в этой игре, чего оно хочет, и сопоставимы ли их желания в целом с реальностью. Давайте начнем. Как я думаю, вы уже поняли из названия видосика, речь пойдет о башне магов. Кто не понимает, что такое башня магов, расскажу. Было дополнение Легион, которое, кстати, стартануло ровно пять лет назад, и во время Легиона выходили разные обновления, добавилась локация небольшая, и на этой локации мы делали различные постройки. Одна из этих построек была башня магов. В башне магов был уникальный челлендж на одного игрока. Нужно было пройти по своему классу, по своей специализации, уникальное, замечательное такое событие, соус-сценарий. Победив босса, сделав все правильно, ты получаешь уникальный облик артефакта. Артефакты — это пушечки, которые можно даже трансмагрифицировать в текущий момент. И очень-очень много людей хочет на текущий момент получить эти пушечки для трансмагрификации. Это, конечно, круто, мечтать не вредно и все такое прочее, но я сейчас скажу два таких интересных довода, которые, возможно, перевернут немножко ваше представление об игре. Я в эту игру играю уже не один десяток лет, поэтому прекрасно понимаю, о чем я говорю. И эта мысль будет даже никак не негативна. Поехали. Первый пункт, значит, получается, что, смотрите, Варкрафт, он устроен таким образом, что всему свое время. То есть, например, убили вы Архимонда в актуальное время в ЦАПе, босс, который находится в Дренорском, вы получаете квесты там на лося. Убили вы Аргуса в актуальное время, вы получили там птичку фиолетовую, маунта. Круто, классно. Вот, убиваете на зото, получаете дракона. Вов, он реально построен таким образом, что всему свое время. В Пандарии были испытания, проходя испытания на золото, ты получал сет для трансмога. Замечательный, прекрасный. В Дреноре, проходя испытания на золото, ты получал трансмоги для пушек. В Легионе, ну вот как бы башни магов. То есть, просто привожу примеры к тому, что всему свое время. Второй пункт будет основан немножко на психологии. Смотрите, люди, которые хотят, чтобы ввели башни магов, ничего абсолютно не говорят о том, чтобы вводили Дренорские испытания, либо Пандаренские испытания. Хотите объясню почему? Они в этом не сознаются. 90% игроков, которые хотят башни магов, не смогут пройти Дренорские испытания и Пандаренские испытания. Хотя там дают классные сеты за эти испытания. За золото. Суть в том, что проходя башни магов, ты действуешь соло. Тебе не нужно ни с кем коммуницировать. Тебе нужно следовать по аддону, который тебе скажет, там, кикнуть каст, выбежать. И в целом все и так интуитивно понятно. Можно сделать 10 попыток и спокойно пройти башню магов. Окей. Проходя Дренорские испытания, проходя Пандаренские испытания, нужно сделать хороший шмот. Нужно собрать группу. Нужно коммуницировать с этой группой. То есть много-много-много всяких вот таких вот подводных камней, через которые нужно пройти. Люди просто-напросто к этому не готовы. Они хотят получить классные трансмоги, но при этом-то палец о палец не ударить. Если башни магов ведут и введут ее таким образом, что скалирование там будет чуть ли не к наименьшему этому левелу, башня магов пройдет лишь пара процентов игроков, и в целом это будет даже замечательно. Кто хочет реально, тот и пройдет. Я оставляю вас с этой мыслью. Никакого абсолютно негатива, только чистое рассуждение, основанное на многолетнем опыте игры. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok